Друзья, всем привет! Паша на связи. Киев, Украина. Октябрь 2024 года. Это лишь малая часть из того, что я перепробовал для того, чтобы мой ноутбук начал работать от повербанка. Но давайте обо всем по порядку. Друзья, если вы живете в Украине, то, скорее всего, у вас не один повербанк дома уже есть. И, скорее всего, для вас проблема зарядки ноутбука при отключении электричества, которое было прошлой зимой, которое, возможно, не хочется в это верить, но, возможно, будет этой зимой, тоже актуально. Поэтому, как говорят, готовь с Аней летом, я озадачился покупкой повербанка для ноутбука, чтобы можно было работать, чтобы можно было быть на связи. И, друзья, я столкнулся с какой-то глобальной проблемой. Почему? Потому что обычных повербанков, коих у меня на самом деле много, вот повербанк на 36 тысяч, довольно-таки немало разъемов, и подключать какие-то лампочки, подключать какие-то гирлянды, подключать телефоны можно легко и просто, и они действительно будут держать долго. Есть другой повербанк, который на 50 тысяч, если вы посмотрите, вот тут написано, который тоже очень хорошо себя показывает по длительности, по заряду, по тому, сколько можно запитать. Есть вот такой переносной маленький повербанк, но запитать от них свой ноут возможности не представляется. Почему? А все просто, потому что каждый гаджет, который у вас есть, он потребляет какую-то мощность. И если говорить про мой, допустим, ноутбук Lenovo Gaming, то, глядя на зарядное устройство, вы вот тут вот сбоку можете увидеть, что 135 Вт на зарядном устройстве от этого ноутбука написано. Скажу, что проверяя просто обычной розеткой, умной розеткой в режиме, так сказать, ожидания без нагрузки, он сжирает где-то 65-75, короче, до 100 Вт. И вот обычный повербанк, на котором, опять же, не знаю, насколько вы вот тут вот увидите надписи, этот маленький повербанк выдает, к примеру, 22 Вт. Вот этот повербанк выдает от силы, как на нем написано, 15 Вт. Посмотрите, вот тут вот видите написано, вот 15 Вт, 15. То есть, несмотря на то, что он здоровый и он долго держит, он ноутбук вообще никак не вытянет. И, соответственно, ноутбук от него просто физически не включится. Да, можно взять разного рода EcoFlow, но цена вопроса. Сами понимаете, конечно же, имеет место быть. Сегодня мы с вами разберем, какой повербанк можно купить, сэкономив при этом 2, 3, 4 тысячи гривен. Готовы? Прожимаем в подобайку, пишем комментарий, подписываемся. Погнали! Друзья, повербанк приходит с Алиэкспресса вот в такой вот коробочке. Сейчас я переключу клаймер для вашего удобства, и мы посмотрим, а что же в ларце хранится. Повербанк стоит 75 баксов. Это около 3 тысяч гривен по сегодняшнему гурсу. Чтобы вы понимали, аналогичный повербанк, который на реальных 100 Вт будет тянуть ваш ноут, стоит в Украине около 4-5-6 тысяч гривен. И знаете, главная проблема, которая заключается в выборе повербанка для ноута, в том, что даже если на них написано 100 Вт, или 200 Вт, или 140 Вт, то чаще всего эта цифра разбрасывается суммарно на разные разъемы. То есть, по сути, если мне для ноута нужно 100 Вт, и на повербанке написано 100 Вт, то, возможно, он его не потянет. Потому что суммарно одно, второе, третье гнездо, да, суммарно будет давать 100 Вт. Но одно, один разъем будет выдавать 60 или 65 Вт. Итак, друзья, повербанк с Алиэкспресс, компания ZZMI, это, так сказать, часть экосистемы Xiaomi. То есть, по сути, это какое-то отвлетление от Xiaomi, поэтому этой компании можно доверять. Она на рынке с 2012 года и специализируется именно на внешних вот таких вот устройствах. Значит, пришло с Алиэкспресса вот в таком вот формате, пришло где-то за 3 недели в Киев. Цена на сегодняшний день этого повербанка, 20 тысяч у него объем и мощность суммарная до 200 Вт. Но это на все существующие порты. Есть две разновидности QB826 и QB826G. Разница лишь в том, что этот суммарно может выдать 200 Вт, а более прокачанная модель 210 Вт. Плюс новую прокачанную модель можно заряжать, вливая 100 Вт. А вот эту вот, конкретно вот эту модель можно заряжать 65 Вт максимум. Кстати, я прикупил вместе с этим девайсом еще дополнительно вот такой вот блочок на 65 Вт. Ссылочку, кстати, и на этот девайс, и на этот девайс я оставлю под видео в закрепленных комментариях. 65 Вт, вот такой вот блочок, стоит около 10 Вт, где-то 350-400 Гривен. В то время как аналогичные в Киеве стоят, ну, под 1000, если не больше. Так, что мы тут имеем? Мы имеем вот такую вот, вот такую коробчонку, сам Powerbank. Тут у нас скрываются два проводка, которые, кстати, в новой модели 826G, они чуть-чуть толще. Но скажу вам по секрету, что толку от них ноль. Ноль для ноутбука, если мы его рассматриваем конкретно для ноутбука. Поэтому пока что отложим, потом расскажу почему. Друзья, я делаю это видео с точки зрения обычного пользователя, у которого, скажу, что дома даже нет паяльника. То есть, чтобы вы понимали мой уровень осведомленности Powerbank'ами, вот этими токами, мощностями и всем остальным. Я увидел цифру на своем ноуте, и я отталкиваюсь от этой цифры, не бросайте в меня тапки и помидоры. Значит, объем у нас тут 25 тысяч, но во второй части видео мы протестируем, а сколько этот Powerbank раз зарядит мой ноутбук. Посмотрим и даю гарантию, что вы очень удивитесь. Вкратце, по разъемам. По разъемам, значит, у нас тут имеется три разъема. Два Type-C, один Type-A. И вот то, о чем я говорил, что хоть суммарная, как мы тут видим, мощность, которую может выдавать этот Powerbank, она составляет около 200 Вт. Но по факту эти все 200 Вт, они разбрасываются вот тут. Видите, вот тут написано 200 Вт. 200 Вт суммарно, максимум. Но они разбрасываются на все три разъемчика. И поэтому, если мне для ноутбука нужно 100 Вт, я должен понимать, какой разъем мне подходит. Для ноутбука нам подходят исключительно вот эти два разъема. Type-A и Type-C. Потому что вот тут третий разъем, как мы видим, он нам вообще и не подходит. Первый разъем Type-C у нас 100 Вт максимум. Вот эта верхняя строчка, видите, 100 Вт. А второй разъем Out2 нам выдает 120 Вт максимум. 120 Вт максимум. Так, что нам производитель тут накалякал, начертил? Вот, смотрите, поставьте на паузу, если не успеваете все это дело увидеть. Значит, друзья, по весу. Вес вот этой коробчонки, ну, она такая массивная, скажем так. То есть, вот даже в сравнении, если взять мой повербанк, которым я пользуюсь уже энное количество времени, несколько лет, да, то вот, вот посмотрите, вот размеры, да. То есть, по размерам он даже больше, хотя он намного-намного тол, тоньше. В этом 18650 у нас аккумуляторы. И в этом у нас аккумуляторы не 18650. Вес 582 грамма. А теперь, друзья, о боли, о проблеме, с которой я, собственно, столкнулся. Был у меня, были у меня огромнейшее количество, я не знаю, штук 10 разных проводков. Я, честно говоря, думал, что вопрос только в повербанке. Просто мне нужно подключить вот этот вот проводок, да, в Type-C разъем моего ноутбука. И все, и будет часть, и он будет заряжаться. Но, когда я это подключаю, то ничего ровным делом не происходит. В лучшем случае ноутбук пишет ошибка, поменяйте ваш кабель на более мощный. Я думаю, да что ж такое, странно. Окей, я докупил другой кабель, который даже вот шел вместе с зарядным устройством. Вот с этим зарядным устройством. Прямо на кабеле, если мы присмотримся, тут написано 100 ватт. Вот, на самом кабеле, видите, написано 100 ватт. Думаю, ну окей. Был у меня вот такой вот переходничок. То есть, недолго думая, кабель в повербанк, переходник и вставляю в ноутбук. И ничего не происходит снова. Думаю, да что ж такое, начал копаться по форумам, начал копаться по всякого рода интересным местам. Через Type-C, который есть на моем ноутбуке, разъем Type-C, он только на, скажем, передачу информации. То есть, на зарядку он не работает. То есть, вот таким вот проводком, который бы я мог вставить в повербанк, а другой конец вставить в ноутбук, у меня не идет. У меня идет только через разъем зарядки. Вот через вот такой вот разъем зарядки в моем ноутбуке. Покопавшись по форумам, покопавшись по разного рода советчикам, у которых точно такие же были проблемы с ноутбуком Lenovo, который, имея мощный повербанк, не заряжался, я наткнулся на один дельный и реально рабочий совет. Купить на просторах Алиэкспресс вот такой кабель. Вот именно такой кабель. Один в один. На котором бы белым по черному было написано вот эти вот аббревиатуры. 135 ватт 2675. То есть, именно такие цифры на моем зарядном от самого ноутбука, который я вставляю в розетку 220. И, друзья, о чудо. Когда я его подключил в повербанк, когда я его подключил в ноутбук, о чудо, он начал заряжаться. А теперь, друзья, о печальном. Почему я думаю, что продавцы повербанков разводят людей? Конечно, слово «разводят» не совсем тут понятно, потому что если бы вы учили физику, вы бы понимали, почему так происходит. Грубо говоря, на повербанке у меня написано объем 25 тысяч. Мой аккумулятор, который встроен в ноутбуке, на нем написано 3850. Ну, округлим. 4000. То есть, простой арифметикой мы с вами делим 25 тысяч на 4 и получаем с вами сколько? Получаем с вами 6. То есть, этим повербанком якобы я могу зарядить 6 раз свой ноутбук. Логично? Логично. Но не тут-то было. Мне удалось зарядить ноутбук от этого повербанка один раз. И на нем еще осталось 20%. Почему такое происходит? Сейчас вы это увидите, как это происходило. Почему такое происходит? Происходит это, если совсем объяснять на пальцах, потому что мощный гаджет, чем мощнее гаджет, чем больше повербанк будет отдавать, тем меньше объем будет использован. То есть, грубо говоря, если я этим повербанком буду заряжать свой телефон или какую-то лампочку, то вполне возможно он выдаст 20 тысяч. То есть, мой телефон зарядит, к примеру, 3-4-5 раз. Если я буду заряжать ноутбук, который сжирает 100 ватт, то тут ни о каких 25 тысяч речи не идет. Как это происходило? Начинаем наш тест. Аккумулятор у нас сейчас заряжен на 97% в повербанк. Компьютер уже высветил низкий заряд уровня батареи. То есть, это когда достигает 10% или ниже. По факту, сейчас у нас, как вы видите, 10%. Ну, якобы его хватит на 31 минуту, но по факту хватит там совсем мало. Подключаю я в обычный разъем тем проводом, который я вам показывал. И пошла зарядка. Видите, пошла зарядка. На иконке идет питание от сети. На Lenovo пишет питание идет от сети. На самом повербанке тоже начинают мигать цифры. 97% у нас. Прошло полчаса. Прошло полчаса. Осталось 76% заряда. То есть, около 20% сожрало. А ноутбук у нас зарядился на 34%. То есть, с 10% до 34%. Ну, считайте, на 25%. Еще должен заряжаться час 35%. То есть, это через полчаса. Дальше. Еще прошло полчаса. То есть, суммарно прошел час. У нас осталось 59% заряда. А ноутбук зарядился уже на 59%. Осталось до конца зарядки 57 минут. Это прошел час. Прошло суммарно полтора часа. На повербанке 38% заряда осталось. На ноутбуке у нас уже мы имеем заряд 84%. И осталось у нас 21 минута. И 20% зарядки на повербанке осталось у нас еще через полчаса. То есть, суммарно 2 часа прошло. А на ноутбуке у нас 98% и на ноутбуке у нас 98% и 3 минуты до остаточной, до полной зарядки. У нас остается. 18% буквально там еще 5 минуток прошло. 18% осталось зарядки. На ноутбуке у нас соточка уже выглядит. Где-то суммарно прошло, если вычесть по времени, 2 часа 15 минут. Дальше, друзья. Что касается зарядки после того, как посадил повербанк, я в ноль, не в ноль. Я заряжал от обычной самсунговской зарядки. У меня она ушла от 20% до сотки около где-то чуть больше 2 часов. То есть, за 2 часа он зарядился. Если говорить... Но там около... Выдает 15 ватт. 15 там чуть больше. Поэтому я прикупил вот такую вот зарядную. Повторюсь, стоит около 10 баксов. Может быть чуть-чуть больше. Вот так вот выглядит. И выдает 65 ватт. Это максимум, с которым можно заряжать вот этот повербанк. 65. Пользуйтесь и будет всем счастье. Выглядит добротно, тяжело. Несколько разъемов. Можно заряжать одновременно не только повербанк, но и еще ваши другие гаджеты. Итак, друзья. Какой вывод я хочу сделать? Первое. На мой взгляд, этот повербанк от ZMI на сегодняшний день это максимально доступное устройство. Повербанк за максимально доступные деньги. 3000 с копейками гривен или 75 долларов. Это не те 200-300 баксов, которые требуют за другие повербанки на территории Украины. 200 ватт, которые выдает он суммарно или 120 на один порт или сотку на второй порт. Это более чем для любого гаджета, в том числе для ноутбука. Единственное, как я уже сказал, нужно прикупить вот такой вот кабелек, на котором будут вот такие вот обозначения, если у вас действительно ноутбук Lenovo нужно заряжать. Откажусь ли я от вот этих повербанков? Ну, я думаю, что один я оставлю, а второй я продам просто за ненужностью. В этот я подключаю иногда светильник там и все остальное. Стоит ли говорить о том, что это брак, потому что мой ноут, в котором аккумулятор 4 тысячи, не заряжается 6 раз от повербанка, в котором 25 тысяч объем, да? Стоит ли об этом говорить? Я думаю, нет. Если вы хоть чуточку углубитесь в физику. Конечно же, все будут думать, что это обман, что это развод, что этот повербанк должен заряжать намного больше, раз ваш гаджет. Друзья, если это видео было для вас полезным, не позабудьте прожать палец вверх, в подобайку влупить, не забудьте написать коммент, как вам этот видеоролик помог, не помог, в выборе. Не забудьте подписаться и не забудьте заглянуть под видео, потому что прямо там я оставил ссылочку и на повербанк, который я прикупил и вполне могу рекомендовать вам. И на вот этот вот гаджет 65 Вт для зарядки, собственно, вашего повербанка намного быстрее, чем от обычного зарядного устройства. До новых встреч, новых видосов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok